я ответил да то может быть я как-то размазал вполне я думаю что ответ был весьма весьма насыщен такс ну посмотрим что еще как всегда вопрос про кисти я сразу удалю кисти у меня вот у меня типа 6 кистей как из которых я пользуюсь двумя они супер простые я вообще не заморачивайся над кистями я могу рисовать просто кружком жестким я не считаю кисть чем-то важным и у меня знаете у меня был 5 гигабайт кистей я не одним паком так и не воспользовался я уже пять лет рисую этим долбаным кружком искаженным мне мне все устраивает это знаете как у людей у всех дома есть пакет с пакетами да и у всех дома есть архивы с кистями да 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 не пользуется видимо видимо нечто такое там как раз есть вопрос что спросить у художника если всегда один ответ рисовать и рисовать много вот лишь слушайте я знаете скажу вам честно это истина то есть если вы хотите научиться рисовать надо рисовать если вы хотите хотите научиться водить машину надо ну надо садиться и водить машину не будет такого что я сейчас прочитаю тонну книжек валясь на диване и пойду фигачить буду круто нифига только упорный труд я на себе ощутил очень четко у меня был период жизни когда я работал на работе а потом домой приходил что-то там играл купил такой ну я так работе качаюсь сидела да ни хрена я реально как бы что-то начал ощущать когда сам начал пахать и не пахая вы мало чего добьете возьмите любого крутона типа копните глубже и вы я на 99 процентов уверен что вы обнаружите что до того как человек стал крутоном он просто годы впахивал нет ни одного человека который вот так вот по мгновению палочки там по щелчку пальцев бац появился и уже крутой и хрена там скорее всего чек просто сидит днями и ночами хреначат как конь блины и вы нет никакого секрета успеха нет никакого секретного кунг-фу от типа который от вас скрывают окружающие нифига надо делать делать и делать вот мне мне очень нравится я это взял даже такую отчасти за свою диалоги полюбить делать ошибки воспринимать ошибку как ступеньку на пути типа к своему лава лапу а потому что чем больше ошибок самом деле тем быстрее и дальше я прокачиваюсь знаете ли я не буду говорить автор боюсь наврать на латистка поговорка типа а как повысить количество своей удачи это про просто повысить количество неудачи также есть типа а как 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 типа повысить количество крутых работ блин удвоить количество трэша вот и все сначала там будет одна крутая работа там с пятидесяти потом две там лишь 2 из 100 он будет там три из 150 потом у тебя будет 10 крутых работ там от 200 и это количество постоянно будет увеличиваться дойдет до того что тебя там будет грубо говоря нам две крутых работы на на 3 ну как делайте ошибки не бойтесь делать ошибки ошибки это не что-то такое плохое типа это тоже опыт вы получили опыт да вы совершили ошибку это опыт как бы любите это и не совершая ошибок вы ни к чему не придете помните то есть свое детство и как вы учились там кататься на велосипеде все же падали не раз там не два кто-то 10 раз упал кому-то достаточно было там два раза упасть но все падали не получалось так что там человек сел и сразу поехал один раз но он упал да мы как бы мы не одинаковые мы все различаемся кому-то нужно там совершить там три ошибки чтобы понять что-то кому-то 10 я вот например человек не быстро схватывающий мне там надо долбить в течение недели что-нибудь там когда до меня дойдет я как бы принимает осознаю и принимает факт как абсолютно нормально то есть в этом мы различны но все совершают ошибки и чтобы прийти к определенному результату вам будет необходимо совершить некоторое количество ошибок поэтому чем быстрее вы их совершите тем быстрее вы придете к результату мне это как мне это помогло я просто на определенном этапе перестал заморачиваться над работами типа знаете засунул свой перфекционизм поглубже и просто начал как бы делать да там тут у меня не идеально но и пофиг я сделаю следующего делаю лучше вот и все вот весь секрет работать работать еще раз работать и как иначе как это не банально звучит этот это это так как научиться делать лайн-арт надо делать лайн-арт я типу меня спрашивают а как так вот учился делать лайн-арт блин там кисточки еще чуть-чуть да ничего нет я полгода хреначил этими линиями даже нет даже больше на полтора года и сейчас у меня просто результат именно благодаря тому что полтора года все делал через линии вот и все хотите рендерить там рендерите но делайте да будет криво пофиг но надо делать делать еще раз делать сожалению или к счастью это как бы природа жизни ничто не дается там просто так там не валятся на голову чемодана там с миллионами мы не живем в коттеджах чем чтобы чего-то добиться надо баловать надо работать если вы будете работать то все придется время не бывает такого что человек фигачит 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 у него ничего не получается дня кто-то раньше кто-то позже но вы придете к результату который вас удивит поверьте поэтому хотите стать клем концепт-художникам делайте концепты хотите клево рисовать пейзажи фигачьте пейзажи воспринимайте так там хотите научиться рисовать клёвого гнома вам надо сначала рисовать 300 кривых гномов вот 301 будет клёвый вот тебе карандаш вот тебе бумага вперед ну я к этому так отношусь все кенгуру шикарно знаешь как это и от себя могу грустно добавить уже полтора года мы ведем стримы и многие художники говорят ну почти слово в слово то что ты сказал а нам до сих пор задают вопрос про кисти ну понимаете это такой момент он всегда будет такой поиска чего-то вот такого чего ты взял и сразу зафигачил то есть ну это как бы в человеческой природе я я сам через этот этап прошел то есть и как бы ну прекрасно понимая новичков то есть кто так думает это ну мне кажется это нормально просто надо как бы знаете перерасти этот этап пережить и осознать что на самом деле никого секрета нет вот и все я так думаю хорошо славненько ох тут спрашивают есть ли сет прямых рук брошь сет прямых рук брошь сет прямых рук да ну брошь сет прямых рук не брошь сет кисти брошь сет рук из плеч вот так ну как бы надо садиться и себе их выправлять мучительно больно но знаете я такую историю расскажу я как-то задался целью ну хотел подкачать себе рисунок карандашом то есть работу линии плавность там кружки рисовать я просто каждый вечер садился на час ставил перед собой эту стопку а4 просто все их в нулину изрисовывал параллельными линиями там кривыми плавными пересекающимися рисовал кружки там эллипсы вписывал их и тому подобное вплоть до того что у меня там спустя 40 минут я не знаю с чем это связано но просто дико начинал болеть голова от всего этого я как бы сидел 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 и сидел и в конечном итоге какой-то степени и руки выпрямились то есть брошь сет это ну так понятно что в шутку но это опять знаете попахивает поиском там секретной истины там я нашел брошпак и супер сет и мои руки выпрямились сами собой блин никто и не за тебя их не выпрямят ты должен сам сесть и выпрямить их себе с болью с кровью и потом и никак иначе ну любого спроси любой тебе скажет ну так и есть просто понимаете когда мы видим крутанов и у нас как мы преподаватель говорил самое важное это видеть кухню человека то есть то что как он делает а не то что он уже сделал мы видим там завалены артстейшн этими сотнями тонн крутых работ блин как круто вот чувак фигачит знаете а у него там 20 крутых работ на артстейшн и еще окажется там 500 зафейленных в папке или вообще удаленно в корзине мы же этого не видим но это и есть то есть в этом плане очень круто смотреть скетчи там художников классиков там у меня помню целая подборка была крандашей шишкина я просто сидел и фапал на них настолько они были крутые какие-то менее крутые какие-то более крутые но видно что человек понимаете прежде чем нарисовать эту одну картину крутую там сделано до 20 там или больше скетчей и подмалевков там этюдов как классическая называется то есть нет никакого секрета все достаточно просто и вот это знаете такая заманчивая грань особенно я по молодости когда тоже смотрел блин да как же так вот он крутой что же он такого вот сделал что вот крутым стал он наверное родился крутым родился младенец взял карандашку руки и пошел хреначить ни хрена нифига подобного послушайте большинство людей они фигачат с детства то есть с детства я им дико завидую потому что я рисую только 6 лет а вот и все кенгуру кенгуру такой обиженный кенгуру да да не я просто устал же говорить кенгуру нет конечно можешь не говорить если тебе неудобно слушай а мне нравится вопрос который вот ты говорил сейчас что вот я рисую только 6 лет мне жаль вопрос очень в теме не мне не жаль я ну как бы я не дико жалею но просто да было бы круто но я воспринимаю все как есть если бы возможно если бы я рисую ну ладно давай вопрос давай давай если тыanten да то если ты мог вернуться в прошлое что бы ты себе сказал начале своего творческого пути удивительно есть такая тема что типа мы такие есть потому что мы прожили то что мы прожили прожили и н Base иначе, не факт, что получилось бы то же самое. То есть, пойди я там в художку, рисовать глиняные горшки, я бы это через полгода возненавидел, сжег бы свой карандаш и больше никогда к этому не прислал, не прикасался. Возможно, такое позвите событие. Но если так вот поразмышлять, пофантазировать, что бы я себе сказал, не знаю, я бы себе по заднице бы надавал и сказал, кончай играть, и занимайся телом. Ну, потому что я реально просто до 20 лет, наверное, бил баклуши. Не то, чтобы мне было что-то там не давалось, мне просто было лень, мне там было лень ходить в музыкальную школу, мне было лень, поэтому я не ходил, мне было лень там ходить в спортивную секцию, поэтому я перестал ходить. А мне просто было лень. И бег круто, я любил играть, я дохренительный, играл просто, просто дохренища времени. И если что-то себе сказать, то только наверное это. То есть, меньше играть. Хотя, с другой стороны, понимаете, возможно, если бы я не прошел бы вот этот этап стагнации, я бы не пришел, то есть, возможно, не щелкнул в башке там, типа, о фига, я вот хочу представить. Потому что я реально считаю, что это ну, какое-то дикое везение, мне ни с того, ни с сего что-то вот захотелось, а потом это что-то стало частью, ну, настолько неотъемлемой частью моей жизни. Возможно, мне необходимо было попинать болты там 15 лет, чтобы в моей башке загорелась какая-то искорка там художественная и тому подобное. Поэтому я, вы знаете, наверное, ничего об себе не стал говорить, и мне больше нравится думать, что там в будущем будет. Я в будущее загляну. Прошлое не хочу. Прошлое прошло, и хрен с ним. Как-то так. Кенгуру, я поняла. Кенгуру, да, мы поняли. Ох. Просто сегодня шикарный философский стрим. Кстати говоря, на шикарной философии у нас уже 2 часа прошло, между прочим. Да, я все, что-то нифига не сделал, и меня это дико дамажит. Люди хотят, наверное, что-то видеть, а они видят эти ерзани дикие... Я дико извиняюсь, ребят. Я просто не привык так работать. Я повторюсь. Это нормально на стримах, так что не переживай. Давайте, что там. У нас еще не такое бывало. Я почему-то вспомнила стрим с Мочеем, где у него была такая нарисованная картинка, он там человечек как-то рисовал. Просто. Да, ну давайте переходить к вопросу. Я все-таки зачитаю этот немного такой грустный, наверное, вопрос, поскольку аналогичные вопросы тоже сегодня задавались. человек бросил учебу, учился на режиссера, и сейчас работает в студии аниматора без высшего образования, только 11 лет школы, и, собственно, это на него давит. Также упоминание близких и друзей давит еще больше. То есть говорят, что надо бросить работу, получить бесполезное высшее образование на его счет. И вот спрашивать сильно ли помогла вышка, и ты, конечно, упоминал тему высшего образования, но вот как думаешь? Мне кажется, сейчас, когда все говорят, что типа, ой, рисовать так просто, просто берешь, рисуешь, ну просто, да, в кавычках, берешь, рисуешь, 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 то все такие, ой, зачем мне этот универ? Вот твое мнение на этот счет, как ты думаешь, это нормальные тенденции, или так делать не надо, или у каждого должен быть свой путь? Какие-нибудь комментарии, пожалуйста. Ну, для начала я скажу, что не стоит поддаваться влиянию окружающих, слушать, ну, как бы слушать то, что тебе говорят, стоит, но, как бы, решение принимать, основываясь на своих уже выводах, ты вот, ну, как бы, если сам чувствуешь, что надо, там, сходить на вышку, типа, то, я думаю, как бы, тут стоит. Если, как бы, все круто, на работе все клево, но вот на тебя давит окружение именно, то есть, типа, как же ты без вышки, то я считаю, что, если я хорошо без нее, то не нужно тратить эти драгоценные часы, как бы, жизни на то, что, как бы, тебе самому не нужно. Делать то, что говорят другие, это, ну, типа, ну, мне кажется, это жить уже, ну, не своей жизнью. Лучше принимать решения, как бы, свои. Да, они могут быть ошибочные, но это будут твои ошибки, и тебе некого будет винить, там, вот, там, типа, мама отправила меня в этот институт долбанный, вот теперь за нее я потратил, там, 6 лет. Надо вот избегать таких моментов, типа, да, я потратил 6 лет, потому что я решил, что мне это было нужно. Ну, это так вот. Берить, ну, брать ответственность на себя. Как бы, важно, вот, что ты сам считаешь. Если нужен тебе вышка, то сходи. Если тебе без нее хорошо и все клево, то я не понимаю, зачем тратить время. Я говорил, что, ну, лично в моем случае вышка мне помогла, она мне дала навыки самообразования. Она, то есть, как бы, ну, расширила, я опасаюсь абстрактных вещей, но расширила мое, как бы, мировоззрение. Я, ну, то есть, углубила мое сознание, может быть, так, то есть, развила разносторонне. Это в моем случае. Быть может, там, кому-то она вообще ничего не даст. Может, ты и так самообразовывать сумеешь, у тебя там достаточно дисциплины, ты знаешь, там, как искать материал и как работать с ним. Исходи, мой совет, это исходить из собственных ощущений, никого не слушать. Ты считаешь, что тебе это надо? Входи. Самое важное, как бы, второй момент, понимать, вот, мне это нужно, а почему тебе это нужно? Ты считаешь, что ты там просто приобретешь какие-то навыки, необходимые для работы, которые там, типа, помогут тебе быстрее выполнять свою задачу? Это одно. Или тебе подсознательно уже навязано, что тебе это нужно? Ну, как же так вот? У всех есть, а у меня нет. Как же так вот? Как это нехорошо? Это фигня. Так не надо думать. То есть, окей, ты, ну, то есть, принято решение пойти в институт. Чего он даст? То есть, возьми листочек и просто, ну, такая, кстати, клевая тема, я ее давно вычитал с какой-то книжки про принятие решений. Возьми, раздели на две колонки листик, выпиши там в один момент, в один момент, там, плюсы от того, что ты пойдешь там на вышку и минусы. А на втором листе плюсы от того, что ты не пойдешь и минусы от того, что ты не пойдешь. Если уж совсем трудно принимать решение, то просто сравните эти листочки и решение станет очевидным. Но, как бы, повторюсь, осознанность и свой выбор, то есть, осознанный выбор твой, не навязанный окружающими и не сделанный типа под давлением, это самое важное. Возможно, это будет ошибкой, но это будет твоей ошибкой. Это фигня. Возможно, будет типа, а если ты пойдешь, это оказывается ошибкой, а ты пойдешь, типа потому, что там окружающие на тебя давят. Ты потом их возненавидишь, скажешь, блин, люди, из-за вас я 6 лет просрал в институте. Идите в жопу. Ну, зачем так? Я извиняюсь, конечно, за выражение, но такого надо избегать. Грубо говоря, знаете, так, будь мужиком, типа, прими свое решение и возьми ответственность типа за результат на себя и все. И жизнь станет проще, в разы, поверьте. Надеюсь, я ответил на вопрос. Как-то помог. Да, вполне ответил. остается только надеяться, что ребят, которые задают вопросы, их потом слушают. Ну, я, поверьте, ну, поймите, я не призываю там после школы там не идти на вышку. Я повторюсь, вышка очень клево. То есть, я считаю, что вышка вправляет мозги хорошо и всесторонне развивает. Она доформировывает ваше сознание. Причем, это не моя выдумка. Я в какой-то книжке психологической прочитал. То есть, вас не учат там чему-то конкретному, вас готовят к жизни. Потому что, ну, блин, ни для кого не секрет, что выходя там, закончив какой-нибудь там, не знаю, кафедру проектирования информационных систем, никто вас не возьмет на проектирование информационных систем. Вы сначала будете работать админом там, что-то узнавать, новые прокачиваться. То есть, я не знаю, вот где готовят в институте каких-то суперспецов, которые приходят на работу, и сразу все в теме. Вот даже я, когда учился, мы изучали материал, и нам преподаватели признавались, типа, да, ребята, это уже старый материал. Вы выйдете, типа, на работу, и будете, типа, изучать новое. Поэтому институт не дает конкретно чего-то, какие-то знания. Он формирует подход, наверное, как-то систематизирует что-то в башке. Я боюсь задаваться подробности философские. Я могу лишь опираться на свой опыт, то, что я пережил. Со мной именно так произошло. И если бы мне сказали, типа, вот вернись в прошлое, типа, ты пошел вот в этот институт опять или нет? Я бы, знаете, я бы подумал, прежде чем дать ответ. Но определенно я бы пошел на вышку. Скорее всего, я бы пошел на вышку, но художественную. Но вышку я бы получил. Как-то так. Хорошо, отлично. Превосходный ответ. Такс. Спрашивает Светлана, что нравится в обучении других? Знаете, немножко такой меркантильный подход. Обучая других, я, типа, качаюсь сам. Систематизируем. Понимаете, одно дело понимать, вот, ты понимаешь что-то, и у тебя это в голове сидит. Попробуй это выразить, попробуй написать, сформулировать эту мысль, там, в текст или в лекцию. Это же совсем другое. Это охренительно сложно. И это круто. То есть, вы, во-первых, вы систематизируете материал для себя. То есть, вы сами обучаете. Обучая других, вы обучаете себя. Ну и вообще, конечно, отдельный кайф просто видеть, как вот человек растет, то есть, видеть то, что он мог, то, что он сейчас. Короче, просто, ну, знаете, такой вот, ты совершил добро, там, ты сделал человека лучше. Это само по себе уже клево. Это вот вторая часть. Вот эти две части меня привлекают. То есть, я сам качаюсь, и я делаю других лучше. То есть, я, если я чем-то могу сделать человека лучше, хоть незначительно, я с удовольствием это сделаю. вот так вот. Хорошо. Суперски. Да. Следующий вопрос, тоже немножко, наверное, философский, Смог задает. Недавно меня упрекнули, что, внося свой вклад в индустрию развлечений, человек вносит вклад в деградацию общества. И если делать игру, то образовательную или учить хорошему, а не та нынешняя казуальщина для детей. Что ты думаешь по этому поводу? Честно, если бы я придерживался такого подхода, я бы уже, наверное, до того умер от голода. Ну, я осознаю, да, что я делаю как бы казуальщину для людей, и, типа, они меня кормят, люди, которые донатят. Если сейчас нас слушают люди, которые донатят всякие мобилочки, спасибо вам, ребята. Вот. вопрос в том, что, понимаете, если вы этого не будете делать, то, ну, я сейчас с разных сторон попробую подойти к этому вопросу. То есть, если вы кто-то, тот другой будет это делать. Но, когда, то есть, делая свою работу, вы можете привносить что-то хорошее. Типа, вы можете делать там казуалочки, которые, на самом деле, знаете, вот человек пришел с работы, он, типа, уставший, ему нужно расслабиться. И вот он играет в этот Angry Birds, ему хорошо там, он пять минут поиграл, там, он разгрузил мозги и пошел дальше к жене-ребенку. Ну, блин, и чего тут плохого? Я не вижу. То есть, понимаете, тут опять вопрос в людях. Если, типа, человек, вот, помните, дикие скандалы, и там, типа, в Америке кто-то кого-то расстрелял, надо запретить GTA, потому что, там, человек наигрался и пошел стрелять. Да ни хрена. Человек просто психически нездоров, поэтому он пошел, игра тут ни при чем. Я переиграл в такую кучу игрушек, меня дико перла игра Soldiers of Fortune 1, если кто помнит. Там так классно ноги отрывались, там, головы взрывались, кишочки из живота торчали, если в них стреляли. Извините. Я же не вырос в каком-то там маньяк, извращенце, мясника. Ни хрена. То есть, это вопрос, как бы, психологически, психологического здоровья человека. Если у нас, ну, как бы, психически нездоров, человек играет, то есть, он может не играть, он посмотрит, что-нибудь пойдет или что-нибудь прочитает. Давайте книги там запретим. Это, мне кажется, это узколобый подход и это не решение проблемы. Вы это знаете, как бороться типа продажи наркотиков, но не бороться типа не лечить наркозависимых. Типа давайте уберем всех барыг и наркоманы сразу перестанут употреблять там и все будет нормально, они заживут жизнь. Да ни хрена. То есть, вылечите этих людей и барыг не надо убирать, они просто не будут это покупать. Смотрите глубже вопрос. Не на то, что на поверхности, а то, что глубже. И игры, как они могут деградировать? Это же такое же, ну, наверняка есть игры, которые реально тупят. На самом деле, я когда играю, я реально ощущаю, что вот типа, ну, знаете, был период, периода бывает, когда там, ну, вышел, например, госдивижн, я на месяц завис. То есть, я играл, 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 и реально чуть-чуть притупел, потому что, ну, острота мышления немного притупилась. Но я не думаю, что люди прямо дебилами от игр становятся. Ну, не становятся же дебилами там от книг, ой, от фильмов. Трансформер, все любят, наверное, смотреть на этот типа визуальный попкорн. Ну, согласитесь, по сути, ничего нет там. Там нет глубокого сюжета, просто красивая картинка. Ну, люди от этого не тупеют. Я, как бы, возможно, не сталкивался с такими играми, которые, может быть, реально есть игры, от которых люди тупеют. Но, если бы мне сказали, чувак, вот, давай делать игру, типа, мы будем делать тупых людей, вот, те, кто будут играть в нашу игру, они будут становиться тупыми. Я, я, я бы не стал работать. Чувак, покемон гоу! Я, как бы, я не осуждаю покемон гоу, то есть, я бежу за этим, за этим вайном, что там, типа, хотят что-то запретить. Я не согласен с тем, хотят запретить. Я читал статью, и она мне очень понравилась. Там взгляд, с другой стороны, там был случай, когда чувак какой-то на оборонном заводе, на секретном, секретностью, он ходил по предприятию и искал этих покемонов, то есть, с включенной камерой. Ну, представьте себе, типа, секретным. Я, когда на военной кафедре учился, мы подписывались, там, у нас тоже была какая-то часть, какой-то, там, категория секретности. А там оборонное предприятие, которое, грубо говоря, выпускает там баллистические ракеты для наших, типа, кораблей. И там чувак бегает по нему, все это снимает, ищет покемона. Проблема не в самой игре, а проблема вот в этом. То есть, я не думаю, что, не стоит ее запрещать, людям нравится бегать по городу, ради бога. Я лично, ну, лично, мое мнение, я в этом, ну, как бы, игра не для меня. Я не вижу ничего из того, что может мне в этом не представлять. Но, я абсолютно не против. Люди бегают, ну, отлично. Пусть бегают, чем валяются на диване, это уже хорошо. Вот, ну, мое отношение к этому. И, ну, пусть они не занимаются фигней, но они зато там физически подтянутся. Это тоже плюс. К тому же, я думаю, что оно скоро, интерес к этой игре спадет. покажет. Ну, это как всегда, с массовыми явлениями, они быстро возникают, и, собственно, быстро угасают. Да, наверное. Это достаточно распространено. Хорошо. Так, ну, я думаю, что перейдем к следующему вопросику. Ох. А вопросы у нас постепенно, кстати, заканчиваются. А, хотя нет, не заканчиваются. У нас еще много времени. У нас еще и вопросов, оказывается, много. Светлана спрашивает, альтернатива вышке курса живописи есть ли смысл? Или что-то другое можешь порекомендовать? Альтернатива вышке какой? Художественной? Потому что я... По высшему образованию курсов. Да. Наверное, вышка. Ребята, вышку, если вы рассматриваете ее с позиции... прокачать свои мозги, себя как человека, вышку, вам ничего не заменит. Там куча преподавателей, куча предметов, у каждого свой подход, вы в этом варитесь. Нет, не заменит. Но, если мы говорим о художественном, высшем образовании, то я считаю, определенный набор педагогов может заменить. У меня нет художественного, высшего образования, но я три года отходил в Строгановку на курс академического рисунка, потом ходил там еще на живопись немного, и там еще такие точечные штуки, как скетчинг, автодизайн и тому подобное. То есть, ну, я лично считаю, что в некоторой степени вышку художественного мне это заменило. потому что я, например, прошел через то, через что люди проходят там в протяжении трех-четырех курсов. Возможно, как бы я не столько времени этому делил, но, грубо говоря, программа пройдена. Как-то так. То есть, если мы говорим о конкретной специализации, то я думаю, ее можно заменить. Если о таком неком эфемерном то, что вас качнет просто как человека, то я думаю, нет. Мне кажется, я ответил. Мы просто напомним, скажем ребятам, что если вы хотите задавать вопросы, то задавайте их, пожалуйста, по формочке. Все ссылочки есть в чатике, я даже сейчас продублирую. Леша, видимо, что? Нет, здесь. Ура. Просто так тихо сидишь и я даже сомневалась. Не болтаю специально, не перебиваю никого. На самом деле, если вы будь честным, если совсем быть честным, почему я сейчас молчал, я рисовал, ребят. То есть, я редко себе это позволяю, делать во время стримов. Это правда, не всегда, ой, далеко, как не всегда это удается. И, собственно, Саша так приятно говорит, мотивирующе, хорошо, и, в общем, зашло, и все хорошо, все прекрасно. Поэтому я, когда рисую, я, естественно, молчу, как и все художники, которые не рисуют, и, в общем, рисуют и не разговаривают во время этого. Вот так, поэтому. Поэтому все в тишине, господа. Вот так вот. Как заставить меня замолчать, отдать, прессовать. Так, а вы-то что замолчали? Покажешь, что в том, это. Да, покажу, что выложу в контакт, да там за пол стрима хрень какая-то. Так, давай перейдем к вопросам. Ох ты, боже ты мой, боже ты мой. Спрашивают, порекомендуешь учеников на работу? Светлана спрашивает, не знаю, к чему вопрос был. Хреньков на работу? Да. Твою работу? Ага. Я вот даже не понял, вот к чему. Светлана, перезадай вопрос. Вопрос, что ты рекомендуешь, Хреньков на работу? Да, я не... То есть тут много, много чего можно понимать под этим выражением. Уточнить. Светлана, уточните, пожалуйста. Мы перезададим ваш вопрос прекрасно. Я на самом деле не люблю вот типа по блату там подобное. Как бы близок ко мне человек не был, я при приеме отношусь к нему, стараюсь беспристрастно как к остальным. Я сам не люблю вот такие вот наверное просто потому, что я сталкивался с таким в жизни. Люди приходят и просто они не знакомы, поэтому они тут. И могут хрень творить просто. Я вот это да, можно там через друзей найти работу, но делает тестовый как все. Делай его лучше всех. А не потому, что там типа знакомые. Мне кажется, ты пропал куда-то, потому что у тебя сейчас ушло. Я пропал? Да, ты пропадал на секундочку. Ребят, по-моему, пропадал, Саша, да? На чем я смотрю? Ты нам даже пишешь, что здесь. Эй, я вернулся. Скажите, на чем я прервался? Она уточняет успешных учеников с курсов. Порекомендовать. Смотрите, если как бы ищутся кандидаты, и если они есть, конечно, порекомендую, потому что, во-первых, я знаю этого человека, я как бы взаимодействовал, я знаю там, знаю его характер, как он себя ведет. Банальная штука, как он, устойчивость к переделкам, грубо говоря. Если, я знаю, как он думает, как он решает проблемы, то, чего не видно по картинке. То есть, конечно, я с удовольствием его возьму. Но я дам ему тестовую, как всем. Я буду просто уверен, что он его сделает. Ну бы нет, все равны ученики и рандомы. Важен, как бы, скилл, ваше умение. Хорошо. Мне нравится очень следующий вопрос, который вот задает Юлия. Что вдохновило тебя сильнее всего за последние три месяца? вдохновило. Да. Блин, я не знаю. Мы разговаривали с Артуром Гемальдиновым и в Инстаграме предложил, типа, ну, у меня такая тема, я устраиваю месячные батлы сам для себя, типа, и месяц фигачил драфты на определенную тему. Ну, те, кто был у меня на страничке, видели скелетиков, это, типа, был первый блин. Сейчас я гоблинов делаю. И вот мы, как бы, мне Артур предложил в Инстаграме, типа, делать гоблинов, это тема на следующий, вот этот месяц. Я, как бы, начал делать гоблинов и мне понравилось. Я раньше до этого вообще гоблинов не умел рисовать, все эти их носы и вот это не получалось. А тут вот фигак так зашло и, как бы, Лёва мне нравится. Наверное, наверное, это и вдохновило. вдохновило. А больше я тут не знаю. Ну, когда я скелетов делал, я вдохновлялся Полом Ричардсом, Дрейрой. Ну, это если локально, глобально. Если в частности, то... Вот, например, вчера я вдохновился отличным гоблином его пропорциями и делал свой вариант. Как-то так, наверное. Не знаю, меня всё вдохновляет, знаете, как у куриного. Курить не надо. Кенгуру! Кенгуру, да. Просто я послышал только финальное слово и послышал с гуру. А, гуру? Да. Уруру! Уруру, да, или уруру. Алиса сказала уруру и исчезла. А что ты меня ещё на стримах требует? Я вас умоляю. Это моя основная обязанность. Ты, конечно, расскажешь про гоблин, но у тебя гоблин, да? Такой серьёзный тип, немножко, по-моему, такой-то. Не то, что усталый. Здесь, ну, вообще, да, я хотел нарисовать, знаете, такой симбиоз, типа, пузатый пиратский капитан, вот он, ну, я, конечно, не совершил коригинальный, нет, где-то, металл. Ну, такой контраст немощного, мощного. Интересно, у меня уже было что-то подобное, но мне очень не понравилось, я решил как бы переделать. Для стрима это подойдёт. Я подразумевал, что будет так, что будет трудно рисовать во время разговора, я поэтому бросал скетчик. Вот. Вы знаете, такой молчаливый, мощный чувак, говоря, руки вот этого наглого жопы маленькой, который является капитаном. Ну, по сути, вот это всё является капитаном. То есть, как мне вчера мой знакомый сказал, если бы ты был одним из моих художников в подчинении, я бы сказал, что ты нарисовал очередного алхимика из доты. Я, правда, не знаю, не знаком с алхимиком, я в доту два не играл. Моё знакомство с дотой закончилось тем, что я зашёл посмотреть, меня обматерили какие-то школьники по-русски, и я решил, что больше туда заходить не буду. Ты узнал всё, что надо про дотку. И сейчас нас закидают. Я говорю, ты узнал всё, что надо про дотку. Ну, я просто, понимаете, я не люблю соревновать игры. Я не говорю, что игра плохая. Просто кому-то подходит соревновательный, кому-то... Это тему, о том, ты говорил, какие игры отнимают интеллект. Вот начали о них говорить. А, понятно. Ну, фиг узнают, знаете, киберспорт, все дела. Я думаю, просто так бы игру не засунули. Сейчас нас просто закидают камнями, половина слушателей забанит. У нас не пешим в чате, поэтому можно продуть всё, что угодно. Короче, я абсолютно нейтрален. я просто не любитель такого типа игр. Я вообще не люблю соревновательные игры. Максимум это кооператив. Мне просто некомфортно против других людей играть. Мне нравится. Я абсолютно нейтрально к Лолу, к Доте, клёвые персонажи. я бы чём-то по концепте логанил. На этом можно закончить парадокс. у нас стрим за тишину и за философию просто. Самое главное не уснуть. ты пропал сейчас. Я, да, я сейчас. Самое главное тишина. Самое главное тишина. Не, я тут я просто пытаюсь максимально быстро как-то до какого-нибудь вида это всё довести, потому что три часа вот такого на монитор на людей мне как-то стыдно. Хочется какого-то результата визуально ещё достичь, нежно просто поговорить. Да ладно, сейчас сделаешь нормально. Не, ну я завтра точно его доделаю, выложил. Мы, конечно, верим обязательно. На самом деле да. Господи, у нас самые такие жёсткие активисты это Светлана и Сергей, наверное, которые задали больше всего вопросов. Надо сделать медальку типа количество вопросов, знаешь, как ачивка в игре такая. Вы получили ачивку. Звук монетки из Марио, да. Светлана даже спрашивает, во сне приходили идеи? Во сне? Слушайте, вообще нет, но я честно скажу, когда научился только рисовать, я не понимал, как штриховать шар. И реально мне приснилось, как штриховать шар. Я проснулся, и я его правильно заштриховал. Ну, больше таких откровений не помню. Нет. Идеи не снились. Знаете, очень много идей хороших приходило рандомом. идешь по улице и нарисую я это. А вот еще вот так. Блин, круто, как же я до этого не додумался. Так что лично большинство моих идей, которые я считаю интересны, они именно такие спонтанные. Кстати, смотрел видос с Теда, там один мужчина очень мне понравилось, что он вещал, он говорил, что вот этот фрустрации и безделье, оно необходимо для того, что, ну, то есть, вы что-то делаете, делаете, а потом вы должны ничего не делать, чтобы то, что вы сделали, оно как бы в мозгах отсело, и подсознательно мозг вам подскажет как бы решение вашей проблемы. Тут самое главное, знаете, не воспринимать это буквально и не завалиться на диван в поиске каких-нибудь, ну, в ожидании каких-то крутых идей, то есть, я так, ну, как я это вижу, вы что-то делаете, мозг накапливает какую-то информацию, а потом уже подсознательно идет обработка и делаются какие-то выводы, которые могут к вам типа так рандомно приходить, и вы будете считать это, о, какое-то откровение, там, может быть, во сне, даже не знаю, но, на мой взгляд, это все равно это все результат какой-то, ну, какой-никакой деятельности, там, то есть, если ничего не делать, оно ничего и не будет приходить, а вот если делать, то, не знаю, кому-то в туалете может приходить, кому-то во сне, мне во сне не приходило, мне больше, знаете, я, мне больше, когда я иду, вот, я по утрам как бы бегать люблю, и для меня это такой медитативный процесс, и вот во время бега очень много всяких мыслей приходит, если копнуть физиологически, то, типа, кровь бегает по организму, мозг насыщается кислородом, все дела там, кровь туда-сюда гоняется, то и мозг активнее работает, вот, поэтому я обычно, когда до метро, и от метро иду, может, интересно посетить, знаете, когда обычно домой приходишь, садишься и такой, а, чего, ничего нету. Да, я ответил. Постарался. Да, мы сейчас быстренько обновим табличку, чтобы быть уверены, что мы пропустили только те вопросы, которые кажутся нам скучными и интересными, повторяющимися из раза в раз, которые ответы такие же. От них не убежать, они будут всегда. Такой вопрос, на мой взгляд, немножко странный, но тем не менее, все-таки задам. Как ты считаешь, какой уровень рисования нужен для того, чтобы можно было начать работать на фрилансе? на самом деле, я вам скажу, что это отличный вопрос, отлично, что вы задали, потому что есть некая проблема. Я не могу сказать про фриланс, потому что я очень редко фрилансил только в начале своей карьеры. по-моему, мне кажется, что получить фриланс, то есть, имея определенные скиллы, невысокий фриланс, получить гораздо более, ну, гораздо больше шанс, чем устроиться. Это раз. Во-вторых, ну, я думаю, про фриланс ответил, то есть, больше шансов получить фриланс, чем устроиться. устроиться. найти просто много и разного уровня. Второе, то, что я хотел бы затронуть, это общий уровень, скажем так, рисования и представления в портфолио своих работ. Когда мы искали художника, очень много ребят мне присылали через HR-ов свои портфели, и где-то, возможно, был неплохой дизайн, но очень много было работ неаккуратных, с мазками, то есть, ну, видно, что человек, скажем так, не умеет еще, не научился нормально рендерить и финализировать. Это проблема, потому что как бы круто вы не дизайнили, реалии таковы, что в первую очередь работодатель обращает внимание на качество картинки. Она должна быть красивой. Если картинка отталкивающая, никто не будет в ней разбираться, рассматривать ваш, возможно, наиглубочайший дизайн, потому что она неприятная. К сожалению, так. И очень много выносится осуждений, типа, берем, не берем на работу по качеству работы. Человек круто научился дизайнить, но у него немножко проблемы с рендером. Окей, как решить эту проблему? Найди пайплайн, то есть, скажем так, обрати слабые стороны пользу. То есть, если вы не умеете рендерить, делайте лайн-арт, делайте заливку. Если вы, наоборот, не умеете делать лайн-арт, делайте такие, ну, знаете, на арт-стейшн тоже мелькают такие пятновые работы, но они, типа, стильно смотрятся. То есть, не нужно выставлять, типа, на показ свой, ну, буквально свой уровень. То есть, я боюсь, сейчас не очень нятно выражаюсь. То есть, в общем, если вы хотите концептить, возвращаясь к вопросу в начале, качните навык финализации. Финализация может быть разной. Это может быть фул-рендер с материалами, как какой-нибудь там GIF последний. Это может быть заливка лайн-арта, как Final Fantasy. То есть, но изучите этот вопрос, потому что презентация своих работ это очень важный аспект. То есть, мало что-то нафигачить и типа вот так на стол выбросить такие скички. Вот, все. Мой дизайн такой клевый. Нет, люди еще будут смотреть на то, как вы это представляете, как вы это презентуете. Это очень важно и я просто не хочу никого обидеть, но просто очень вижу, что многие новички об этом не задумываются. Они кидают свои портфели откровенно слабым рендером, поломанные формы там. Ну, пусть повезет. Да, нет, ребят, не повезет. Работодатель посмотрит на ваш уровень банальной рисунка и ни до какого концепта не дойдет. Научитесь это тоже навык финализировать. Выберите путь, который вам подходит и нафига что-то работайте в нем. Ну, как-то так, наверное. В общем, уделите внимание просто этой составляющей. Не зарывайтесь тупо в конце концепт там. Потому что, в принципе, с иллюстрацией такой проблем нет. одна из самоцелей именно. Типа красивая, презентабельная картинка. Но с концептом не все так просто. Потому клевый дизайн он типа не вытянет хреновой техники. Но клевая техника может вытянуть хреновый дизайн. Знаете, как Пол Ричардс тоже еще говорит, типа, вы можете не уметь делать хороший дизайн, но сделайте хотя бы красивые линии. Вот я просто перефразировал его мысли. Уделяйте внимание презентабельности своих работ. Вот. Это такой совет всем тем, кто ищет или планирует искать работу в геймдеве. Это очень важно. Найдите человека, который нравится как вам, как преподносит свою презентабельность. Ориентируйтесь на него. Вопрос. Но это необходимо делать. Я закончу. Да, а тогда в догонку, пока мы говорим про фриланс и когда стоит начинать, такой вопрос у нас тоже задавался. Как ты считаешь, есть смысл посидеть и докачать свой скил и в процессе обучения потом дойти до какого-то этапа и сказать, вот я классно сейчас рисую, наконец-то я достиг вершины мастерства, ну, по крайней мере, не знаю, для этого месяца или еще как-то и потом идти искать работу или есть смысл, что, ну, ладно, рисую я там хреновенько, но я буду учиться в процессе работы и вот устраиваться, пока ты там не довел до совершенства эту технику рендерить и финализировать. я надеюсь, понятный вопрос я, понял. Тема такая, смотрите, что вы постоянно будете что-то в себе улучшать, вам постоянно будет что-то не нравиться и, в принципе, этот процесс бесконечен. Можно просто залипнуть и сидеть годами без работы и посмотреть, вот сейчас еще чуть-чуть, я качну и это, я качну, то. Я вот уже говорил про это и повторюсь, выберите, то есть, вот место, куда и на какую должность вы хотите. Посмотрите, что делается там, посмотрите, какой уровень там, постарайтесь к нему приблизиться и на самом деле я за смелость. То есть, пробуйте, потому что у меня в свое время как бы был момент, я тоже так вот думал, что сейчас вот подкачаюсь, там не буду туда ничего посылать, а вот попозже. А потом, когда я пришел туда, меня спросили, а что ты раньше ко мне прислал? Я такой, ну я вот учился, считал, что рановато. Оказывается, меня могли тогда уже взять. тут важно адекватно оценивать твои силы и понятно, что типа адекватно смотреть на свои работы и понимать, чем вас могут здесь, чем не могут. В этом вам поможет то, что вы будете смотреть на работы конкурентов, на работы компании в этом плане. Ну, все познается сравнение. И вполне чек, то есть, любой человек, типа, смотрев сравнение, скажет, что тут что-то не хватает, или это может конкурировать. Или там напишите какому-нибудь крутану, попросите его пофидбейчить ваш портфель, типа, а вот я хочу туда, вот как ты думаешь, что мне нужно докачать. Или еще один способ, напишите в компанию, попросите хитбека, типа, я хочу у вас работать, но считаю, что мой уровень недостаточен. Подскажите мне, что мне прокачать, чтобы устроиться к вам. Это лучший способ, потому что если могут и не ответить, конечно, какие-нибудь редиски, но в целом, как бы, если ответят, это будет очень круто, вам буквально скажут, что вам прокачать, чтобы вы стали конкурентоспособны. Не варитесь в себе, общайтесь, пишите в компании, спрашивайте, не бойтесь. Пошлют, пошлют, пофиг, никто вас не съест. А вдруг вам напишут охренительный фидбэк, который изменит вашу жизнь, вы поймете, что вы три месяца уже сидите и, как вы думаете, качаетесь, а вы на самом деле вообще не в ту сторону качаетесь. Ставьте, вот такое может быть. Так что я за активный такой подход. Даже если вы что-то не докачались, и если напишите, что если я не подхожу, напишите, почему. Я считаю, что вполне напишите арт-директор, найдите его на фейсбуке, сейчас все можно я за такой подход, я так рекомендую так подходить. А если вы варитесь в себе и я тут еще посижу в берлоге три месяца покачаюсь, вы выйдете и вы вообще поймете, что качали не то, что надо. Или вообще не качались. Важен как бы не ваш субъективный взгляд на все это дело, а нужен какой-то объективный. Вот, я, пожалуй, так отвечу на вопрос. Попытайтесь найти источник объективного взгляда на вашу ситуацию. Это может быть как работодатель, а это может быть как какой-нибудь крутан, который просто даст вам совет. Вот. Уру. Шикарно, хорошо. все-таки уверенно слышен кенгуру, а уру в конце. уруру было выгоднее тогда точно не ошибешься так ну вот мне нравится очень вопрос хороший про поиск дизайна антон спрашивает привет вопрос насчет поиска дизайна бывает рисуешь ищешь силуэт делаешь там нейлы вроде успокоился совсем начинаешь уточнять персонажа но с каждым разом ты все начинаешь добавлять что-то переделывать старый дизайн ибо постоянно кажется что плохо нужно переделать как отойти от этой проблемы смотрите классный вопрос спасибо что задали я до недавнего времени сам когда относительно страдал этой проблемой проблема какая ты садишься что-то делать это постоянно что-то улучшает что-то изменяешь и это это бесконечный итерационный процесс скажу так и по будь мужиком и прими решение выбрал тамбнейл и ну как бы как я решил проблему доведи его до конца и по отключи своего удобного внутреннего критика и просто механически доделай то что ты начал и по неважно что там внутренний критик тебе говорит типа это говно это не зайдет там что-то делаешь давай переделом это то все нифига на производстве это архиважно если арт-директор утвердил вам скетч а вы потом там все нафиг меняете вас вам по шапке надают мягко говоря потому что это затраченное время это затраченные деньги и в результате арт-директор получит не то что он ожидал это навык навык ну явно на навык доведения до финала того что есть я как бы там этим страдал и я как порог просто отключал внутреннюю критика да я понимаю что работа не идеально да я понимаю вижу что можно улучшить улучшение сколько займут времени и помета смотрите у меня есть типа бонусный спелл типа я один раз могу улучшить и потратить три часа например он по плане на какие-то улучшения или там в конце когда все зафиналил от купим а вот это мог быть может быть лучше я такой касту спелл у меня типа бам есть два часа на то чтобы поправить успею не успею мои проблемы и все то есть ограничь себя то есть осознай то что улучшать можно бесконечно гораздо важнее принять довести до финала то что есть это очень важно это надо развивать и как то так и отключать своего внутреннего критика то что порой он только мешает у меня часто бывает я делаю какой-нибудь скетчик там и по и на определенном этапе я такой блин что-то говно какое-то вообще фигня и я раньше очень часто забрасывать на этом этапе я переключался на что-то другое пару раз я как бы себя переселил такой ну пофиг я доведу а потом такой смотрю блин да нифига что-то нормальное почему я подумал на том этапе что это говно потому что наш внутренний критик он оценивает здесь и сейчас он как бы не смотрит в будущее вот он видит вашу каляку маляку ему пофиг что типа вы еще не дорисовали то что задумали и на самом деле вас там еще что-то планируется нет он смотрит здесь сейчас и говорит вам это фигня и с таким макаром дикие шансы вообще никогда ничего не делать научитесь затыкать вот этого внутреннего критика он нафиг на некоторых этапах работы нафиг не может включать его когда уже все сделали или на этапе скетча вот на этапе скетча когда вы принимаете там бнеил там силуэты важно просто включать его на максимум критиковать себя настолько безжалостно как только можете кстати тоже навык смотреть на свои работы со стороны как будто не вы их сделали вот и на этих этапах критиковать себя настолько насколько можете потому что когда уже придет время финала критиковать что-то будет поздно и вот выбрав там бнеил вы просто доделываете то что есть со сознанием этого факта вот у меня есть там я должно доделать если так легче там поставьте сзади себя за спиной виртуального арт-директора и и не велели ничего менять я должен доделать то что и приняли решение типа о том что я беру этот тамбнэйл я его доделаю окей типа углубление дизайна тамбнэйла это одно а изменение фундаментальных критериев это другое то есть я сейчас рисуют этого пиратика и такой думал блин а сделка этого силача жирно и я как бы оцениваю насколько это ну вообще это вообще-то поломает иди потому что у меня маленький краб и здоровый типа силач но не в корне но поломает восприятие уже контраст такого не будет и по и игловая переделка а если мне там платочек поправить или я вижу что не очень выразительно это минор на изменения ради бога у меня вообще их много вот надеюсь в этом потоке сознания было что-то понятно нет определенно было я просто сказать что последние 15 минут стрима поэтому ребят попросим поактивнее задавать вопросы короче пока вопросы я на самом деле просто хотел бы сказать одну мысль ну во первых я его доделаю те кто волнуется если таких есть не волнуйтесь вторых просто хотел толкнуть такую тему что на самом деле вот такие вещи по-своему простые можно создавать на самом деле не сильно заморачиваясь то есть тут работают всего три правила кто помнит ваня вещал про по-моему в ног где он говорил про правила цилиндра да кто помнит то не помнит я напомню то есть она гласит так что вот есть типа цилиндр и вы можете его вы рендерировать очень долго там показывает свет тень а можете просто разбить его на формы которые будут помогать вам считывать его локальную форму вот так понимаем что цилиндр без рендера это правило цилиндровать вот и вторая тема по моему даже такая лекция него была а может и не был могу ошибаться не наврать бы вам форма как часть дизайна когда вот да когда вы как бы четко себе представляете как работают формы лучше всего это понимать наблюдать на мультиках если говорить конкретно то мы можем типа нарисовать такую перчатку а можем нарисовать вот такую перчатку то есть она гораздо круче чем вот это почему потому что она разбита на формы то есть у нее есть большие средний мал малый там и по большая локальная форма разбитая на и по второстепенные которые можно еще бить еще там на меньше вот но все это работа формы типа когда вы попробую выразить своими словами когда вы стараетесь вытягивать на силуэт любую деталь то есть у вас есть там заворотик вытяните его на контур у вас есть там пряжка ремня которая затягивает перчатку вытяните ее на контур вас есть там заклепки перчатку вытяните их на контур вот я конечно сейчас всю лекцию не перескажу но у кого есть возможность и поленитесь пересмотреть очень круто и к этим двум правилам добавляется правило нарративности то есть когда вы носите свой концепт какую-то историю по например кажется я приехала на самом деле зак как концепт должен рассказывать какую-то историю если вы то есть это пират там у него есть там шапка которая будет говорить о том что он там главный сам у него может быть контур значок или перышки то есть у него там есть серьги у него может быть там например там нет одной ноги который будет говорить о том что он матерый волк морской побывал в боях вот элементы которые будут рассказывать какую-то историю фишка в том что история должна быть одна и все элементы должны говорить это ну работать на одну историю таким образом как бы используя эти три правила правило цилиндра дизайн форма как часть дизайна и добавив сюда капельку нарративности вы уже получите а мой взгляд клевый концепт я лично последним время это не этим и занимаюсь я например касательно если разговаривать об этом пирате я не заморачиваюсь какие конкретно там у него будут у чувака сапоги там шапка мне конкретику не выдаюсь мне не важно я я я знаю точно что типа у меня есть форма и мне нужно сделать его клевый то есть я отворачиваю от вороту сапог там я могу сделать там такую пряжку я могу от отвернуть отворот другую сторону типа форма станет форма сапог станет клевой вот он меч я могу сделать вырез делать его еще круче по форме то есть все все работает на форму вот без заморочек то есть на выходе получается сейчас я вам открою ладно откроем вот это очень да 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 это вот типа такого он клевый по форме в нем работают правила цилиндра то есть мы даже без рендера понимаем что вот здесь у коленка там загинается потому что полосы по пар точкам ползу к был определен то есть они на нас увеличиваются там мешать у него закручивается в определенных ракурсах ботинки сапоги и есть какой-то элемент нараторики то вот два мяча у него есть какой-то там значок на шапке возможно это какой-то не капитана там командир абордажной команды то есть ему можно это дальше развивать можно добавлять и и всего этого достаточно чтобы чтобы делать классные штуки на выходе получается такая тема которую вы уже можете как бы работать дальше можете финализировать красить рендерить можете углублять дизайн можете менять потому что принципе такая штука делается не быстро и долго в этом весь кайф потому что форма она влияет на силуэт мы же все хотим получить клевый силуэт это скучный силуэт вот это клевый силуэт за счет чего он клевый потому что типа форма работает вот так никто же не говорит что в реальности к кашу такие перчатки делайте тонкую ручку клевый контраст но все равно она скучнее чем форма как часть дизайна на самом деле все можно проинтерпретировать как чай дизайн цвет как чай дизайн анатомика часть дизайна line art как часть дизайна но тут конкретно речь о форме применяя правила форм правила цилиндра и добавляю в этом нарративности вы таким способом можете делать классные штуки уже на таком этапе такой момент вот это в принципе я и я на самом деле как бы свои свои работы хотел донести эту мысль то есть потому что я вот не особо заворачивался там какие пряжки там еще тут у него тут там шарфик какой конкретно да пофиг мне я бы я просто разно ну как бы я просто фигачу классные формы а потом я их уже конкретизировал то есть добавляя чуть-чуть нарративности в которой там присутствует пиратская тематика все дела и в принципе у меня как бы последнее то что я для себя дело но на этом построена потому что такая штука она но в принципе как бы я как для себя решил я их делаю часа за два дальше с ней можно работать купить дизайн там подобное у меня сама цель то есть за счет малой крови научиться делать какие-то классные драфты с которым можно там грубо говоря дать другому человеку ему скажите по доведи это до ума ему будет все понятно как то так поэтому эти три 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 ключевые то есть понятно что они не всегда как бы вас спасут но это просто как один из способов достижения цели как каких-то конкретно вот наверное моя мысль будет звучать так ну я не буду приводить этот пример по скучнее чем эти чуваки вот я даже успокоился боялся не успею сказать или забуду хорошо многие художники иллюстраторы у них есть некий как бы так потолок наш предел мечтаний да вот иллюстратор например я рисую там иллюстрации и допустим там предел мечтаний допустим крэйг малинс там ну или неважно дэйв раппоза а какой может быть предел техник скиллов и мечтаний у концепт художника на твой взгляд предел на самом деле на самом деле смотрите тема такая что может совершенствовать всю жизнь и вот ты сидишь и такой я сижу такой хочу фигачить как крэйг малинс я трачу пять лет и я фигачу как крэйг малинс 2004 года а крэйг малинс 2009 года фигачит вообще по другому то есть ну как бы потолок сдаете себе сами и даже вот вы выбираете кого-то кому вы стремитесь там по стилю или по дизайну да это все равно отправная точка достигнув в этого вы скорее всего будете искать что-то свое мы рано или поздно будем искать что-то свое это очень клевый способ знаете когда начальных этапах обучение вот вы там кладете перед собой картинку типа вот крэйг малинс я хочу научиться так фигачить конкретно и вы реально быстрее научитесь когда у вас перед глазами пример чем у вас не будники картинка будет такой ну я вот что-то короче вот хочу крутой такой конкретизируйте свою цель и вы быстрее придете намного к ней но придя к ней я вам гарантирую что вы не будете удовлетворены вы пойдете дальше будет еще на кого травняться или вообще что-то свое захотите предел это рамки в ваших желаний наверное я считаю что предел он как бы метафорически он вообще недостижим вы вот знаете взять меня там образца 2010 2009 года я и мечтать вообще не могут чтобы рисовать так я сейчас рисую но проблема в том что то что я сейчас делаю меня не очень уже устраивает у меня уже другой предел и предел постоянно растет лучше наверно стоит сказать что чем выше планку вы создаете тем понятно вы ее не достигнете но тем выше вы прыгните то есть задавайте себе максимальной планки вот я пожалуй так отвечу отлично замечательно ну и тогда наверное наш последний немножко каверзный вопрос но тем не менее просим его ответить какой бы титул ты сам присудил себе почитай то что он должен быть как-то все таки связан с реальностью то есть может быть основана реальных событий или не знаю ты там любишь еду это поедать или не знаю чебуреков какой титул бы ты себе сам присудил очень просто зовите меня супермен на самом деле это это я не люблю такие вопросы знаете я ну то есть я за то есть объективность то есть ну со стороны людям виднее и то у давать не мне больше не фантазии сейчас не хватит что-нибудь придумать это знаете то самый сложный вопрос всего стрима и то мистер концепт-арт уже занят так что я в пролете так что не может быть сеньор концепт-арт сеньор концепт-арт нет давайте оставим этот вопрос открытым ну хорошо ребят можете не знаю присылать свои варианты присылать свои варианты в контакте переименует себя ну не знаю я бы до недавнего времени мистера не херню ли я делаю может я очень часто сомневался отлично я делаю александр мистер они херню ли я делаю трафанов отлично ну чё-то длинновато не-не-не-не титул должен быть длинным нормально все да он может быть длинным но в любом случае спасибо тебе большое что ты сегодня к нам пришел спасибо за такой чудесный стрим я думаю всем понравится и понравилось всем присутствующим отдельное спасибо что вы были сегодня чатик был очень живенький и задавал вопросы так что спасибо всем тем кто сегодня пришел ну и надеемся в следующий раз с вами были ваши постоянные ведущие алиса хостудинова алексей милников и прекрасный александр спасибо что пригласили спасибо что пришли посмотреть стрим всем спасибо всем пока